Так, запись начата. Здравствуйте, друзья. Сегодня открываю новый цикл аудиоразговоров. И называться будет он аудиокнига Валерия Константиновича Железова. То есть разговорный жанр. Аудиокнига Валерия Константиновича Железова под названием «Записки зачарованного сибирского садоволя». Значит, практически теоразг распродан. Вот почему? Ну, потому что он небольшой. Сколько смогли собрать денег, столько и это. И издали. Теперь насчет аудио. После моего обращения получил аж 800 рублей, 300 и 500 от двоих на монтаж этих фильмов. Монтирую девочка-студентка, Абаканская ей плачу. Ну, там музыка, там вставки красивые. Вот. И получается, что я плачу за каждый такой фильм. Обычно полчасовой. Длинные фильмы у нас не любят. Вот. И четыре фильма уже можно делать. Вот первый из них. Я волнуюсь, потому что это как бы новый для меня жанр. называется аудио. То есть разговорный жанр. Причем я буду стараться не отступать. Не такое желание после каждого абзаца что-то объяснить, уточнить, показать еще фотографии. Нет, друзья. Пусть уж будет строго, как в тексте. Хотя прошло три года. И, наверное, может быть, когда-то будет еще одна книга. А, мало того, когда-то. Она действительно будет. Она уже... Деньги собираются и заканчивается ее редактирование. А это первая моя проба в этом жанре. И называется эта книга «Записки зачарованного сибирского садовода». 290 страниц. Вот. Дальше срока по тексту. Ничего пропускать не буду. «Записки зачарованного сибирского садовода». Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована. Воспроизведена в электронной или механической форме. В виде фотокопии, записи в памяти ЭВМ, репродукции или каким-то иным способом. А также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Все используемые фотографии и изображения в данной книге принадлежатые автору. Личный архив автора. В скобках. Итак, записки. Железов. Про меня. Что тут написано? Железов Илья Костюнич, потомственный садовод с более чем трестилетним стажем. Ну, уже скоро будет. Годы прошли. Скоро будет 40 лет. А учитывая, что я вырос в дедушском саду. Вы считаете, сколько мне лет. Столько у меня и стаж. Орденоносец. Орденоносец. Можно рассказать, как я докатился до жизни такой, что попробую. И постараюсь, чтобы вы взглянули на удивительное садоводство моими глазами. Вы знали радость этого творчества. И на это Бог продолжил этот путь. Этот путь. Содержание. Все прочитаю. Ничего не пропущу. Итак, содержание записок. Предисловие. Всем народам из детства. Саногорский феномен. Народная селекция. Первое наблюдение. Новая родина. Новое садоводство. Моростройки по двое. Фундамент сада. На даче в участке тесно. Следующий саг. Селекция по-железовски. Мистика тоже познается. Бодал святеренок с дубом. Подарок судьбы. Прилетит друг волшебник. Божественный промысел. Ледниковый период в науке. Взгляд за горизонт. Вот этот ледниковый период в науке. И дальше взгляд за горизонт. Внимание. Открытие. Величайшее божество. Тайна мироздания. Это и есть Нобелевская премия. Но как-то все время забывают мне ее врачи. Для этого нужен переворот в науке. Погружаемся в тайны жизни на земле. Дальше попроще. Сублевление семян похороны в садоводство. Все мы вышли. Вышли мы все из народа. Дети страны продовой. Движение анастасиевцев. Еще раз о компромиссах в садоводстве. Таинственная вегетативная гибридизация. Внимание. Вегетативная гибридизация. Это бурящие науки или монстры наподобие ГМО? Важнейший вопрос, ребята. Это не шутки. А биологическая совместимость. Тем более, что вегетативная гибридизация современная наука не признает. О биологической совместимости как о факторе морозостойкости. Загадочные крупноплодные абрикосы. Клоуны в саду Желиного. Я забыл сказать, что я сам Желиного читаю это все. А может и говорю, может нет. Но это я. И бесед с анастасиевцем о шансах, как и собственных деревьев. Удивительная сень с абрикосом на джурских мифах и реальности. Маленький Наполеон растительного и животного мира. Сценарий спасения жемчужины галактики. Добро и зло внимаем равнодушно, на знак вопроса. Поддержку полыгих холмов при посадке деревьев. Зрив корень. Между нами дилетантами. Но Наполеон и садоводство. Две большие разницы. Моростойкость корней. Особенности примивок. Плодовый питомник в 21 веке. Тоже надо. Бойтесь донайцев, дарик приносящих. Короткие советы по выбору и посадке сармцев. Варяги донайцы победили. Не верите? Сходите на рыбу. Сегодня дикая жара, уже месяц. Кончается май. Аномальная жара. На рынках все тоже. Все это я обещал не комментировать. Будущее садовой России. За маленькими частыми плодопитомниками. Моральный фактор. Пенсия, вторая молодость. Клиент всегда прав. Практика в будущем плодопитомники. Маточный сад. Примеры с практики. Ранняя посадка. А как же селекция? Почтовая торговля, переписка. Памятка для покупателей сармцев с открытой корневой системой. Дальше. Ну, это редактор вставляет мою фидеономию. Вот он я. Вот. Извините, морда наглая. Шутка против всей науки. Не просто высказывать свое. А критиковать науку по пунктам. Отменяя практически все. А опять же, я обещал не комментировать. Итак, вот у меня продолжение содержания книги. Мод строит двух сторон. Третий путь селекции. Дискуссия вокруг идеи селекционного планирования. Это не тянет, конечно, на мировичную премию. На государственную премию тянется. Как минимум. А у вас и на наблюжку. Все-таки новый путь. Да еще какой эффективный. Зачарованный мир садоводством и удивительные люди. Предисловие. Вся Королевская рать. Президиум Народной Академии Садоводства. Как видите, я еще на себя не гребу. Небесные покровители, ушедшие и оставшие в нам сады. Переписка с известными садоводами. Вот снова моя фотография. Так. Ведь даже слепые могут аудиокниги слушать. Но на фотографии, раз кто-то с рыбой может не видеть. Вот роскошный стол. Итак, начинается книга. Предисловие. Дорогие друзья, шановные друзья. Дальше идет приветствие по-английски и так далее. К сожалению, пока сейчас садовый мир, все северные части планеты не имеют понятия, что украинско-русско-польско-немецкий сибиряк. Видите, сколько у них крови намешено. Сибиряк. Железу освободил бы миллионы дачников от каторжного труда в саду. Да вот нет связи с правительством и ненавидимой наукой. Вы, получается, первое. Почему я обратился еще и на английском языке? Да потому что жадный читал все, что ранее печаталось о выращивании своими руками. И вот она, долгожданная книга английского автора толщиной два пальца и сотни рисунков, как калечить, в смысле обрезать множество лишних веток, якобы препятствующих по отношению, особенно раненому. Множество лишних веток. Наши, в кавычках, авторы, они отставали и учили отравлять почву, топить водой, гнаить и калечить корневые шейки, отказываться от естественных сенцевых корней подвоя, улучшать, в кавычках, корни обрезкой, центрального корня. И самое страшное, калечие деревья, вся эта гигантская масса учителей не поняла, что деревья совершенны, и на них нет ни одной лишней ветки и ни одного лишнего листочка. И я понял, что весь с одного мир сошел с ума. Спустя годы, уже перекалечив, погубив много деревьев в расточайшем сибирском климате, я понял, в принципе, разницу между южным и северным садоводством. Основная масса информации для садоводов, публикуемой печати в интернете, представляет собой чисто южные методы ухаживания за деревьями, в кавках авгарприема, которые позволяют выращивать сады в мягких и теплых климатических условиях, но при этом абсолютно губительны для деревьев, находящихся севернее. Не считая Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, вся территория России можно смело назвать севером, так как все культурные плодовые растения этих мест – это эмигранты. Чем севернее пытались выращивать плодовые деревья, тем больше южная агротехника противоречила травму смыслу. выступил с закладом на авторитетнейшей международной конференции в Москве. И, внимание, был лишён слова за критику смертельных агроприёмов, пропагандированных в том числе теми, кто сидел в зале. «Мне ближе всё время на садоводство. Такое впечатление, ну ладно, физики, химии, в скобках – атомный бомб, бойка, зарин. Но как случилось, что в гуманнейшей науке в садоводстве воцарилось зверство, и, соответственно, бал правит звери. А обоганые настоящие учёные-садоводы перерачиваются в гробах». Вы поняли? Вот и всё-таки я отступление сделаю. В данном случае речь идёт о Лосинково-Мичуринском или Мичуринском-Терре-Лосинковской школе. Повторяю. «Обоганные настоящие учёные-садоводы переворачиваются в гробах скрипя зубами, видя, как из их утверждений делают противоположные глупые выводы, придавая им наукообразную форму. «Надеюсь, вам не грозит дремота, переходящая в глубокий сон при прочтении моих рассказов». Да-да, именно рассказов, а не нужных инструкций. Вы те, кто имеет в своих предках людей с гениальными мозгами, высокой моралью и глубокой духовностью, легко адаптируетесь к моей не совсем обычной философии». А сейчас, друзья, я вам прочитаю стихи моего уважаемого Филиппа Вавле. «Патриоты Родины. Когда словёшь чужим в науке, пытаешься весь мир объять, нет, пытаешься один весь мир объять, проводишь годы в тяжких мухах, ведь всем всё надо объяснять, на первый сад на пустыре развеяло все твои сомнения, теперь на радость детворе плоды чудесных рук творения. Ты стал опорой для сибиряков, бесценны им твои советы. Ты выслал черенки, ты выслал черенки всегда готов, через фазент души в прекрасные ответы. «Пусть Новый год всё всё равно будет для тебя, и пусть сады твои благоухают, и тысячи людей, которым дорога земля, тебе здоровья и счастья желают». Вот, спасибо. Вот эти стихи посвящены мне, значит, я чего-то стою. Вот. Фазенда напечатала, если нет, скажем, номера, печатала мои статьи. И ещё одна газета, «Сады Сибири», поменьше центральной газеты. Но однажды случилась страшная команда «Пас», и меня перестали печатать все разу. Вот. Достал. Достал науку. Ну, друзья, что получается? Пусть всё-таки отвлекусь, почему. Вот отсюда надо начинать сервиси фильм. Длинные фильмы вы не любите. А сейчас прошло сколько минут? Ну, 20, наверное. Я сейчас спросил ещё раз вот сюда. Удивительный мир. Иду. Смотрите, это мой сайт. И на этом мой первый фильм закончен. Вот это мой сайт. Вот это фотогалерея. Многие из вас меня не знают, и им покажется сильно самомнение. Один против науки. Все до единого агроприёмно спорены и доказаны. Но доказаны для тех, кто уже меня знает. А кто не знает? Смотрите, друзья. Вот не знаю, как крупнее можно сделать. Нет, не можно. Ой-ой-ой. Я вообще куда-то вылез. Давайте-ка вернёмся обратно. Это моя ошибка. Это моя ошибка. Вот. А я ещё не всё сказал. Ага. Я сделаю книгу, фотогалерея. Ну, я такой специалист. Вот. Допустим, дальше не буду рисковать. Смотрите. Вот. 16-17 год. Внимание. Я покажу, что такое вегетативная гибридизация. Дело в том, что таких, этих самых, в России нет ни у кого. Видите? Специально показываю. Ну, то, что в Сибири будет даже сорваться морозы, чайные персики. Это отдельный разговор. Вот это неукривная деревья. Вот, видите? Я даже вынужден как-то свой этот логотип поставить, иначе обмануть фотографии. Больше 200, больше 200 сайтов, интернет-магазинов, якобы, якобы, питомников, украли мои фотографии. Они, эти фотографии здесь. Но я уже не буду вам показывать этого. Мне просто хочется, чтобы вы оказались очарованы вот этими фотографиями. Понимаете? Вот мое будущее. Видите? Вот. Я просто делаю немного времени, чтобы получился полчасовой фильм. Потому что дальше пойдет следующая уже глава. Там будет совсем о другом. Вот. Скромно называется, но с вкусом. Видя логотип. Воруют фотографии. Приходится доказывать, что все-таки автор это я. Все снято моей рукой. Вот. Спробники по весу. 110 грамм. Вот. Они сразу такими не были. Я их увеличил как? С помощью вегетативной гибридизации, если брать в общем, а конкретно с помощью послания ментора. Как части этой огромной темы. Поэтому еще раз. Любуемся, любуемся. И я хочу, чтобы когда закончится эта серия, чтобы вы взяли и сказали. Хочу, то что это все время выскакиваю оттуда. Вот специалист. Вот. Хочу посмотреть вторую серию, третью. Сейчас прошу прощения. Телефон выключая. Я всегда взбечу. Может быть, даже жду фронок от Путина. В стране же можно им подозвращение. А можно это слушать. Здравствуйте. А вы знаете, сейчас действительно 11 часов. А мне осталось несколько минут закончить фильм. Я начал аудиокнигу. Помните, вчера на вебинаре я говорил с протянутой рукой. Мне прислали 800 рублей. Это 4 фильма. Получасовых. Вот я сейчас отрабатываю деньги. Если я не перезвоню, то через 20 минут. Ладно? Ага. Давайте. Ну, все вместо Черчакова проблемы. Он просит совета. Этими занимаюсь утра до вечера. Вот. Вот. Вот это все на сибирской земле. Это все на сибирской земле. Ну что, будем заканчивать первую серию. Вы хотите иметь все это? А вспомните, я специально взял и полностью перечислил все главы. Уже этой книги достаточно, чтобы вырастить. Это еще не все. Еще первая книга. Но простите, надо же иметь деньги для того, чтобы аудиокниги штамповать. А пока вот, любуйтесь. Вот этой фотографии, любуйтесь. Вот. Это то, чего нет в науке ни одного из этого. Ни одного. Вот. И быть не может. Так и сложилось, ребята. Вот. Так и сложилось. Почему? Потому что это гибриды. Это клоны. Вот. И значит, этого нет. В принципе, придерживаясь такого. Одно дерево на всей планете. Вот. Видите, что творится. Одно дерево на всей планете. И вот получается, что... Спасибо тем, кто прислал деньги. Первая серия. Пусть будет такая, немного скомканная. И не такой суперспециалист. Вот. Я надеюсь, что наше знакомство не кончается. Вот. Если будет желание прислать те же 200 рублей для очередной серии, пожалуйста. 8, 960, 776, 8672. Вот. К этому телефону привезла карта. Туда будут дальнейшие серии. Свободных денег больше нет. Если я скажу, что я уже за все годы потратил больше полумиллиона только на вот эти фильмы, на их это самое, на то, чтобы до вас бесплатные дошли, а я не шучу, за первые 250 фильмов, это знают те, кто дружил со мной тогда, это вот открыто. Несколько тысяч оплатили вы, а остальные 250 тысяч оплатили. Я только за первые 250 фильмов. Они все есть в Ютубе. Другое дело, что сняты уже несколько лет назад, 5-10 лет назад, они уже стали как бы историей. И там уже не прибавляется то, что называется количество просмотров. Вот. Нет больше коммерциализации, нет больше монетизации и рекламы на этих фильмах. Вот. Значит, будем действовать понемножку. По принципу. По рудежке протягиваем ножки. На этом я заканчиваю первую серию. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...